Музыка Несколько дней мы уже сидим в своем хостеле Так бы, наверное, и продолжалось, если хозяйка нас сегодня не ошарашила новостью, что завтрашнего дня, оказывается, все номера в ее отеле забронированы и нам надо уезжать Музыка 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 Нам повезло, билеты на поезд есть Правда, похоже, остался только самый дешевый класс Скорее всего, это будет не очень комфортно, одеваться некуда Музыка 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 Ехать тысячу километров Музыка Музыка Мы сейчас находимся вот здесь Это прямо возле Малайзии, границы с Малайзией И проехать нам предстоит практически весь Таиланд, его вытянутую часть вот сюда, до Бангкока На самом деле, когда ты путешествуешь и все направления открыты, нет никаких планов, иногда сложно принимать решения И мы думали, что же нас способно вытолкнуть из этого уютного хостела Но вот жизнь сама распорядилась Пришли на вокзал и буквально единственные билеты В общем, завтра едем вот по этой железной дороге, вот в том направлении Я предвкушаю, что поезд будет очень колоритный и милый Ну вот мы и на вокзале, едем дальше, в Бангкок А вот и наш поезд Я, честно говоря, удивлена, насколько он маленький Всего лишь пять вагонов Да, это наш Ну, проверим внутри Наш поезд как раз объявляет Такая еще теплая У нас даже нет кондуктора, мы просто так зашли Добавно Ну, ладно, проходим внутрь Оценила туалеты Ехать будем здесь Наши места 49-50-й А вот и наш сосед Очень доброе лицо Очень доброе лицо Где ты идешь? В Бангкок? В Бангкок? В Бангкок? Ок Ура, мы тронулись, уже едем Дорога домой продолжается Дорога домой продолжается Ох Сейчас и нас прощелкают В Бангкок? В Бангкокке Да Спасибо Спасибо Наши верные спутники в дороге Ложечки для фруктов Они у нас непростые, мы ими очень дорожим Потому что купили их еще в Индии И они всегда с нами теперь с тех пор И благодаря такой ложке можно легко разрезать довольно мягкие фрукты Но самое крутое в этих ложках не то, что ими можно резать, а как ими удобно кушать Они очень тонкие, ими удобно кушать такие сочные фрукты, как арбуз, папайя, ну или драгон фрукт Идеальный партнер для фруктовой парочки Никакого проводника, просто всегда вот такие открытые двери Ты, по сути, сам выходишь, сам заходишь Когда тебе вздумается Пока что у всех людей такой свежий и оптимистичный вид Интересно, как мы все будем выглядеть завтра утром, выъезжая к Бангкоку Да, мы там будем только в 9 утра Да, почти сутки ехать, в 18 часов Станции просто милейшие Они напоминают станции из каких-то старых японских мультиков почему-то Хочешь, выходи, хочешь дальше едь, классно Не я одна такая, тоже голова тут одна торчит Поезд просто невероятным образом успокаивает с тех пор, как мы сюда сели Все, что хочется делать, это сидеть спокойно и наблюдать в окошко Когда я попал в Таилленде? Да, закинуться Место не установлено. Доброе утро, что ли? Эта ночь прошла. Она, кажется, была бесконечной. Кажется, осталось ехать совсем чуть-чуть. Надеемся, по крайней мере. Вот табличка, что путешествие на поезде комфортная, экономичная, быстрая и безопасная. Мы согласны. Олег, давай запрыгивай скорее. Здесь каждый сам себя за себя отвечает. Солнышко встало, все такое красное становится. С нами едет Хаттабыч. Точно Хаттабыч. Ну вот мы и в Бангкоке. Приехали практически на центральный вокзал. Опять не знаешь, куда идти и вообще, что дальше будет. В этом есть своя прелесть, конечно, и свои минусы. Это точно. Наверное, Паша уже остановка конечная. Ластап? Ластап? Опять? Все начинается опять. Опять шаги в неизвестность. И вот он город. Я чувствую прохладу кондиционера и здание вокзала. О, да. Вот, конечно же, опять статуи Будды, люди. Бережно поливает их. Ладно, идем дальше? Идем дальше. Портрет императора везде присутствует. У нас нет забронированного отеля, конечно. Сейчас будем гулять и искать себе жилье. Вот первый хостел. Посмотрим, глянем одним глазком. Может быть, даже спросим цену. За чьи простки? Ага. 380 бат за человека. Ну, довольно интересно. Нашли просто случайный хостел. Ага. Но нет таких ощущений, прям, что здесь хочется остаться. И цена сразу оттолкнула. Довольно-таки дорогая. Хоть и место довольно приятное. Ну, вот нас уже посетила новая идея. Сесть на автобус. И просто поехать на нем. И уехать из этого района. И там где-нибудь выйти. И как только эта идея к нам пришла, сразу у нас увеличилось воодушевление. Это хороший знак. Решили сесть в этот автобус. О, да. А тут прохладненько. То, что надо сейчас. Билетики. До неизвестного направления вообще. Продолжаем служать по городу. Вообще попали уже в какую-то французскую улочку. Да, под землей. Вород вообще пока нам непонятен. Да, здесь вообще нас просто кидает. От трассы какой-то нереальной, хай-тек, до какой-то французской тихой улочки. Так, ну вот, мы уже добрались до парка, да? Куда хотели. И сейчас идем в район, чтобы найти себе жилье. На карте увидели очень большое количество отелей рядышком. Обнадеживает. Я думаю, что там надежно. Да, цены, конечно, удивляют. Какие-то хостелы стоят в районе 1400 рублей на двоих. Это кажется так дорого. Это очень дорого, да. Так проводим свое утро. Прибежали в парк неподалеку от хостела, в котором заселились. Этот парк просто настоящий островок. Природа, тишины такой. В огромном мегаполисе. Особенно сейчас солнышко встает. Здесь просто потрясающие виды и ощущения. Тихо так. Самое классное место, чтобы начать свой день. Нашли все-таки вчера. Переломили ситуацию. Нашли, наверное, самое дешевое жилье в Бангкоке. Да. Всего лишь 150 человека. То есть нам на двоих жилье вышло 600 рублей. Это хостел. Снова общественная комната. Правда, в этот раз делили мы свои кровати еще 16 такими же кроватями. Честно говоря, когда ехали в Бангкок, вообще в путешествие, мы представляли, что будем заниматься спортом именно в этом парке. Но пока нам задерживаться здесь не особо хочется. Посмотрим, как день сегодня развернется и к чему мы придем. А вот это уже приятно удивляет. Здесь в парке, походу во всех парках тайских, есть вот такой вот общественный тренажерный зал. Все тренажеры абсолютно. Конечно, все пошарпанное, но прикольно, что это находится в парке и это бесплатно. Вот еще такой снаряд необычный. Как раз по мне. Отличная такая гантелечка. Ну, вы знаете, город явно спортивный. Уже очень много людей бегает, очень много людей занимается. А вот сейчас довольно интересное событие произошло. Мы слышим, начал играть гимн Таиланда, и все люди остановились. Да, все люди остановились. Город, мегаполис, парк в городе. И прям вот такая вот зверюшка, настоящий варан. Пошел по своим делам, явно к пруду. О, а, я поняла, он тоже на гимн вышел. Он появился в тот момент, когда все остановились, слушая гимн. И он тоже вышел, в общем. Давай, поснимай, как он заходит в свой ареал среды. Давай, давай. Все, что происходит? О, так классно вообще. Возможно, когда мы вернемся домой на Филиппину, у нас тоже вот такая стая уже гусей будет. А, щипучи. Ну, а как же без диких уток, конечно, и уточки есть. А это крякает смешно. Это прям какие-то вот так дикие. Кряк-кряк-кряк-кряк. Убегает, убегает. У меня есть забавные. Короче, попали в самый настоящий зоопарк. Вообще, птичьи. В этом районе живут явно птички. Запекай, перегай, дорогу. Вон еще купошатся в кустах. Куда ни глянь, везде жизнь кипит. Празднуют вот так вот тайки празднуют свой новый, новый год, новый, новый год, хотела сказать. Подхватили меня в танец. Ну вот, мы находимся на крыше своего отеля, где остановились. Парк поставил нам силы. Мы почувствовали, куда нам двигаться и поняли, что нам надо двигаться из столицы, в какой-нибудь провинциальный городок. Да, мы сейчас просто сядем снова на поезд и поедем в неизвестное направление. Куда мы еще не решили, решим уже на месте, на вокзале. Ага, пригодится в России. Деревянный рубль. Уже сидим в метро, в надземном метро. Проедем на нем сейчас практически через весь город. На самом деле в Бангкоке огромный выбор транспорта. Автобусы очень дешевые, кондиционированные открытые. Также есть подземное метро. Но мы выбрали самое дорогое, надземное, потому что оно удобное оказалось возле нашего хостела. Сейчас через весь город проедем, и билетики нам обошлись. Примерно 80-90 бат, это 180 рублей на двоих. 180 рублей. Такие вот модные карточки. Сейчас едем над дорогами. Короче говоря, поездка и сразу экскурсия. В одном флангконе. Замечаем, в Бангкоке очень много социальной рекламы. Вот, например, относительно того, что люди постоянно сейчас в сотовых телефонах. Что позвоночник искривляется. Написано, смотрите вверх для вашего здоровья. Вторая табличка. Дайте вашим глазам отдых. Давайте разговаривать друг с другом. Два человечка спина к спине стоят все время в телефонах. Давайте общаться. Беспощадный обстрел водой. Вот так празднуют местный тайский Новый Год. Везде эти точки, везде патрули. Да, и нам приходится искать пути, чтобы их обойти. Настоящие военные действия. Здесь у нас война. Водяная война. Прячемся. Олег, ты куда звонишь? Я звоню маме. Мама, забери меня отсюда. Не работает. Ну вот, мы уже на вокзале. И берем, можно сказать, в первый попавшийся город на Конрад Часима. Вчера приехали, так радовались, что приехали. Сегодня уезжаем, радуемся, что уезжаем. Да. Вот так оно происходит обычно. Неизвестно куда. Да. Кроме, я проснулась? Да. Да, есть пицца. Срочно, срочно выходим. Вау. Ну вот, мы вышли в неизвестном городе. Время 3 часа ночи. Ксюша нашла карту города, да? Да, сейчас надо что-нибудь сориентироваться. Машина, везде, в городном жиле не не спит. Меня это удивляет. Отошли от вокзала. Пока не видно ни одного отеля. Немного жутковато ходить, конечно, по ночному городу незнакомому. Но, в принципе, ощущения неплохие. Машина, везде, везде. Субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, это радует? Мы нашли отель. Посмотрим, что внутри. Итак, правило номер один. Никогда не покупайте билеты в незнакомый город. Правило номер два. Никогда не выезжайте ночью в незнакомый город. И правило номер три. Какое правило номер три? Короче, мы нарушили по крайней мере два первых правила, да, милая? Не нарушай первые два правила. Посмотрим. Интересненько. Субтитры создавал DimaTorzok Дима, телевизор работает. В общем, ранним утром мы выбрались из этого отеля, прогулялись по городку и оставаться нам тоже там не захотелось. Поэтому мы решили сесть в автобус, отъехали буквально 50 километров и очутились в таком очень маленьком, тихом провинциальном городе. И нам сейчас здесь по ощущениям очень нравится. Да, побудем пока здесь, восстановим силы и заодно ознакомимся с особенностями местной жизни. Ну, а долго не прощаемся. Фруктовая парочка с вами. Всем пока. Всем пока. А, как же хорошо здесь, в провинциальном городке. Надо подольше задержаться. Фюша, ты что там встала? Это ж гра, валить отсюда надо. А, ну поехали.